Дом тепла и заботы, так можно назвать дом сестринского ухода в поселке Никитинский. Здесь живут те, о ком в большинстве случаев некому позаботиться. Кто-то остался без родных, у кого-то они слишком далеко. На сегодняшний день в доме сестринского ухода, который рассчитан на 60 мест, проживают 54 человека. В этом общем доме бабушкам, дедушкам, да и молодым людям с ограниченными возможностями, помогают и словом, и делом. Оформляем им инвалидность и оформляем их в дома-интернаты для постоянного пребывания. Вот за 2014 год нам департамент соцзащиты выделил 13 путевок. Здесь они получают курс реабилитационной терапии, куда входят капельницы, сердечные препараты они получают или капельницы сердечно-сосудистые, физиолечение необходимое, ну кому что показано, массаж, лечебная физкультура. Есть те люди, которые после инсульта, ну мы их ставим на ноги. Люди учатся заново сидеть, пользоваться ложкой, потом стоять, ходить и на ногах мы выписываем. У каждого пациента дома сестринского ухода своя судьба. Лидия Михайловна Черепанова попала сюда год назад после неудачного падения. Пришлось проходить курс сложной реабилитации и заново учиться ходить. Ей повезло, дома ждут дети. А вот у Натальи Шалат дома как такового не было. После того, как год назад женщина сбила автомобиль и она потеряла ногу, жить на улице стало невозможно. Помогли здесь, оформили паспорт, пенсию, инвалидность. Сейчас Наталья ждет очередь на протезирование. Если бы не они, я вообще бы не знаю, что со мной было бы. Где-нибудь замерзла, ну замерзла я бы не замерзла, но в подвалах бы жила бы. Хоть на карачках, на одной ноге бы, но добиралась бы до любого подвала бы. Именно здесь Наталья ожила. Взяла за чтение и вязание, которым увлекалась еще в детском доме. Все соседки по палате носят носочки, связанные ею. Порой в доме сестринского ухода пациентам приходится ждать очереди в специализированные интернаты несколько лет. Для этого коллектив прилагает максимум усилий, чтобы условия учреждения были комфортными. Так, например, в этом году в дом сестринского ухода приобрели медицинский автомобиль для перевозки пациентов в лечебные учреждения, а также капитально отремонтировали крышу. На очереди ремонт фасада здания, так что жить здесь станет еще теплее и уютнее.